Возвращаемся мы обратно к столу. Сейчас, Антон Иванович, возьмите, пожалуйста, в руку с самым длинным хвостиком проклянувшую косточку. Давайте её рассмотрим. Вот она, видите? Вот. Теперь смотрите внимательно. Так. Значит, косточка почти распалась. Смотрите, что получается. Её целая проблема будет садить. Сейчас, Антон Валерьевич, следующий этап. Садить уже будем землю. Вы должны были приготовить землю и горшочек. Горшочек я просил по возможности этот, 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 господи, память-то. Торфяной. Могу я показать торфяной горшочек на экране? Конечная цель. Вот он, Валерьевич. Вот он, торфяной горшочек, который я купил. Смотрите на этот торфяной горшочек, который мне прислала одна из моих учениц. Или учеников. Видели? Уже высажено. Успех обеспечен? Обеспечен. Корни целые, целые. Максимальный здоровый рост. Так, теперь возвращаемся к Антону Валерьевичу. Вот. Ага, вот теперь вы здесь. Торфяной горшочек пусть круглый, но он всё равно торфяной. Смотрите, сейчас он наполняется землей первый этап. Давайте на неё глянем. Возьмите её в горсть. Всё-таки мы маленько разбираемся уже. Да, вот. Очень жирные. Очень пережирные. Что мы будем делать? Горшочек пополам с песком. Ровно пополам. Так, ну значит мы отдельно где-нибудь намешаем, да, Зин? Да, намешайте. Одненно. Так. Чтобы полный горшочек был, да? На земле. Должен полный оказаться земли, да, горшок? Напомните, мы... Я надеюсь, что это как это называется? Реальти-шоу закончим, когда вы первые фрукты снимите с дерева. Надеюсь. Когда я первый попробую фрукт, это было бы здорово. Это я заманиваю вас. Валерий Константинович, у нас горшочек должен полный получиться? Да, полный. Ну, почти, там может быть полсантиметра доехал. Ну ладно, так. Я три... Значит, вот песок. Вот у меня два песка. Один, такое ощущение, немножко... Влажный. Это специально речной песок, который продают в садоводческих магазинах. А вот песок по суше, который написан на просеянной для бетонов и штукатурки. Давайте речной. Речной самый лучший считается. Если, конечно, нас не обманули. Вот этот речной. Я когда был аквариумистом, я тогда с речным только работал. А потом автоматом перенес уже первые эти свои опыты и оставил с речным песком. У меня все всходило. Речной песок хорош тем, что там нет или минимум органики. И тогда все это... Эта косточка не заплесневее. А очень трудно, особенно новичкам, с влажностью определиться. Чуть-чуть перевлажнил, смотришь в плесень. А плесень у нас сожрет эту же косточку. Особенно раскрывшуюся. Валерий Константинович, надеюсь, не как в аптеке, да? Можно на глаз? Да, по-песят еще. Можно на глаз? Да. Сразу немножко увлажнить. А, все потом. Потом польем. Так. У тебя кусочек это все. Сейчас. Сейчас. Я уже заморозил руки. А, как хотели? Рассказываю как анекдот. Значит, когда... Это не секрет. Это даже в одном фильме, я уже говорил. Когда Юрий Васильевич Бродский был в одном уважаемом академическом здании, где его приняли так, что человек, который пришел, вообще отказался его принять. То есть он из боя... Ну, не из боя, а как, еретик. Ну, знаете как, да? Вот. Так вот, значит. Вот он и рассказывал. А там, говорит, сидят девицы, кандидатки всякие там. Вот. Розочками занимается. Так. У них, говорит, не маникюр, а когти нейтральные. Когти. Вот. И он говорит, я до сих пор понять не могу, как они этими когтями садят. Ну, почва копается. Ну, то есть, получается, никак. Вот. И когда-нибудь, если придется наводить порядок с удовольствием, как я иногда говорю, когда наши придут, я имею в виду не в политическом смысле наши, а когда ботаники станут нужны стране. Ботаники. Понимаете, это образное слово. Вот. Когда наши придут, эти ботаники, что там чистка будет так происходить. Кто не успел когти снять, вот эти, приклеенные, тех сразу это... Нет, почему? Я продам. Мужика в другой критерии. Вот. Если бы вы посмотрели на мои руки, вот. Вы бы сказали, это руки, вроде бы интеллигентом считают, и морда у меня в очках. А это рабочие руки. Смотрите, Валерий Константинович угадал, как в аптеке, полное. Прирожденный садовод. И у вас будут такие руки. Это вам не за компьютером. Катя, компьютерщик поддел, а? Это вам не за компьютером. Это вам, как в знаменитом выражении, не бином, не тон. Вот. Такая вещь, это... Ну, мы, я думаю, на одном научимся. Ну, придется так, чтобы люди все это видели. Ну, вот, Валерий Константинович, значит... А теперь просто сверху кладите этот самый... Просто положите сверху. Вот. Покажите вначале мне, потому что я не вижу вашу правую руку. А вот видите, сейчас вы... Это абсолютно неправильно. Значит, теперь вы, во-первых, кладете на бок. Хорошо, что вы так, это наглядно. Переворачиваете его на 108 градусов. Не сломав. Небольшое углубление сделаете. Небольшое. Вот этим вот хвостиком вниз, но не сломав его... То есть, это хвостик, когда корит, да? Вот. Теперь смотрите сюда. Чуть-чуть наклоните. Вот. А, вот так. Теперь что интересно. Вы все-таки немножко не так. Вот у вас получилось... Так, 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 так. У него, по моим понятиям, росточек с той стороны, с нижней. Вот попробуйте теперь, как бы сказать-то. Чтобы он опять же вниз смотрел, но наоборот, сможете так сделать. Не совсем понял. Хорошо. Смотрите сюда. Вы же тоже видите. Сейчас я покажу фотографию. Глядите сюда. Ваша цель сделать вот так. Поняли? Покажи. Я говорю, когда перерос, это теперь... То есть, грубо говоря, косточку положить в землю, в углубление, а чтобы этот росточек лежал на земле, да? Смотрите на фотографии. Хвостик, видите как? А росток-то вот тут. Вот он. Поняли? А вы, получается, ростком вниз положили. Да, да, да. Это еще не смерть, но это уже он потом... Знаете, какой перекореженный получается? Вот. Поняли, да? Да. То есть, сама косточка в углублении у нас лежит. Небольшой углубл... Это потом. Это можно присыпать. Я говорю, ничего не вдавливайте. Мы потом сверху присыпем. А когда польем, покажется спинка. Поняли? Ну, давайте теперь показывайте себя. Фотографию все видели. Так. Ломаем, следующую возьмем. Так. Ну, еще бы, как бы сказать. Вот отсюда росток пойдет, да? Надо хвостик все-таки вниз туда. Немножко. Ну, как под 45 градусов хотя бы. Ну, так получилось, что, ну, как можно надеяться на путь нечто, когда достаешь из мешочка. Правильно? Я правильно говорю? Это корешок. Это корешок, да. Вот теперь, вот теперь практически правильно. Ну, смотрите. Я показываю курсором, да. Отсюда пойдет росточек. Теперь вы. Откуда он пойдет? Сверху. Сверху. Вот теперь точно. Он пойдет вот отсюда. Вот. Дайте я покажу курсором. Я уже показывал. Но ничего прижимать не надо. Сломать запросто. Вот от этого места, вот, где курсор, пойдет росток вот отсюда. Вот отсюда. Сейчас вы просто земля пополам с песком и такой же, да? Вот. Просто берете и сверху засыпаете полностью, чтобы был один миллиметр. А потом после полива окончательно определимся. Ясно. Давайте еще, теперь, до наглядности, еще пару фотографий. Хорошо? Давай. Смотрите сюда. Видите? Вот он пошел росток, а вот хвост. Она также лежала на боку. Понятно? Только здесь уже процесс пошел. Вот эта фотография. Смотрите еще. ценная фотография. Вот. Это произойдет чуть позже. Видите? А если бы закопали на 2-3 сантиметра, на 5-6, как положено по науке, вот это все было бы под землей. Сгнивает 100%. До сих пор никто не знает. Поверите? Нет? До сих пор никто не знает. Смотрите сюда. Потом что происходит? Когда с глубины, это я специально показываю, это теоретическая часть. Там ниже косточка. Вот столько, несколько сантиметров, было полностью. Я приказал, присылают мне фотографии, бесценные фотографии. Я приказываю, я же так не делаю, откуда же взять такую фотографию, как убивать. Я говорю, раскопайте на косточке. Раскопали. Что? Еще только ему от роду, ну, месяц, да, может быть. А он уже, считайте, мертвый. Вы видите, что творится? Это разве корень? Вот. Идем дальше. Вот это вот, еще покажу фотографию. Допустим, мы перешли на грушку, да? Ведь у вас же там тоже груша, но мы же не можем каждую скорее показать. Вот что происходит, когда на глубине, я специально это делал, специально. Вот. Происходит следующее. Вот здесь корешок, вот это должно быть над землей. А выкопано было с глубины 7 или 8 сантиметров. Поняли? То есть, гарантия, что груша сгнивает 100%. То есть, когда корешок находится под землей, вот этот стебелек, да, который, он белый, да? Да, это самое страшное. Поэтому мы с вами долго мучились с этим горшочком. Еще не все показал. Вот. Теперь, когда мы с вами правильно все сделали, когда закончим, вы потом, что сделать этот горшочек? Вот. А, ну ладно, пропускают чуть позже. Сейчас. Это самое. Вот так делают большинство садоводов. Вот взяли, высадили и на окно. Вот. И это еще март. Это, когда я представлю, потом все это после высадки гибнет. Какая у нас задача с вами, вспоминайте ученик сафронов, отвечайте на вопрос. Какая задача вот сейчас это, где, самое, хранить? В тепле или в холоде? В холоде, чтобы максимально замедлить рост в неестественных для растения условиях. Рост